Эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова добрый вечер и коротко о главных темах уходящего дня. Ветеринарная служба готовится к сезону назойливых насекомых. А у вас там что это за мошка на коров съедает? Вот. А на самом деле она реально очень тяжело от нее людям. В Сурском районе уничтожают личинки черной мошки, дезинфицируют подворья и реки. Диагностика в цифровом формате. Позволит нам более точно установить диагноз, определить такие заболевания, как туберкулез, онкологические заболевания. Новый флюорограф центральной клинической медсанчасти уже обследует пациентов. А также аксиома здорового поколения. Хороший государственный случай, это здоровый государственный случай. Работники судебной системы сбросили мантии, вышли на беговые дорожки о спартакиаде, который объединяет коллег и семьи в финале выпусков. Итак, чего ожидать от цен на продукты и предметы первой необходимости? В Ульяновск, кстати, создали совет по ценообразованию. Специальная комиссия займется созданием единой методики наблюдения за потребительскими ценами. Результаты будут востребованы как у органов власти, так и у населения. Репортаж Ирины Силкиной. Масло подсолнечное, товарное хозяйство. У нас есть уже предыдущая цена прошлой недели. 127,49. Ищем его на полках. Вот оно у нас присутствует. Цена не изменилась. Еженедельный обход супермаркета в сотруднике Ульяновск стата проводится специальным терминалом в руках. В нем список из 106 товаров первой необходимости. Особое внимание продуктам, на которые цены за последнее время наиболее мобильны. Особое пристальное внимание почему-то к сахару. Он сейчас остановился в ценах. Сахар, соль, молоко, мясо. Ну, то есть все продукты, которые хлеб социального значения. Результаты заносятся в базу и обязательно сравниваются с ценой за прошлую неделю. При регистрации цены отмечаются и приятные моменты. Например, если неделю назад сахар стоил 68 рублей 29 копеек, то сейчас мы отмечаем снижение стоимости на 4%. И цена его составляет 65 рублей 99 копеек. Жители соседних домов и сами ведут свою статистику. Иногда она совпадает с официальной. Раньше мы как-то говорили, что вот что-то чего-то не будет. Да, одно время не было у нас сахара, соль. Сейчас все есть в полном ассортименте. Мы довольны жителям близлежащих домов. А цены как? Цены, ну, мне кажется, даже чуть меньше стали. Стабилизировались и все есть. Чтобы привести все данные к общему знаменателю, в Ульяновск, кстати, создали совет по цену образованию. В состав специальной комиссии, помимо сотрудников, вошли ученые-экономисты и депутаты законодательного собрания области. Помните старый мультик «В чем считать?» в «Попугаевых». В любом случае надо прогнозировать, надо уметь выстраивать такие коммуникации, которые, в принципе, позволяют экономическому блоку делать правильные выводы. Работа комиссии призвана не только определить ключевую методику наблюдения за потребительскими ценами, но и разъяснить ее органам власти и обычным гражданам. Ну, то есть, вот каждый от инвесторов, так сказать, там на фондовом рынке до пенсионера принимает свои такие небольшие экономические инвестиционные решения. Просто обороты разные. Ну, принцип принятия решения одинаковый. Поэтому, чем, конечно, лучше мы будем знать, как рассчитываются ключевые показатели экономические, тем более обоснованным будет решение и власти, и любого отдельного человека. Все результаты работы по сбору и обработке информации будут направлены в Росстат. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Сурском районе против черной мошки обрабатывают реки, дворы и скот. Специалисты отдела ветеринарии проводят масштабную дезинфекцию в селах, которые больше всего пострадали от нашествия насекомых в прошлом году. От укусов мошки страдали как люди, так и животные. Были даже зафиксированы случаи гибели скота. Как это выглядит на практике – репортаж Игоря Кранцева. Это реально опасно, потому что они загрызают, вот видите, остановилось, все, это же невозможно. Вот его снимаете, его съедят сейчас. Это кадры вовсе не из фильма ужасов, а из сюжета нашей телерадиокомпании, который был снят в Сурском районе в конце мая прошлого года. Тогда люди страдали от укусов и опасались выходить на улицу. А среди животных и вовсе были зафиксированы случаи гибели. Конечно, мошкара обитала в тех местах и раньше, но в силу ряда причин именно в мае 2021-го активизировалась. А это уже май 2022-го. В Острадамовке обрабатывают как скот, так и места его обитания. В прошлом году пострадало довольно-таки большое количество животных и была зафиксирована одна гибель животного, вот в том помещении, которое мы обрабатывали. Остальные пострадали, но мы животных вылечили, помощь оказали. Так что, ну, снижение продуктивности очень сильное было у животных. Подобные работы в четырех поселениях Сурского района. Гостей в защитных костюмах местные не пугаются. Наоборот, прекрасно понимают, зачем здесь уже не первый день работают представители агентства ветеринарии. На этом подворье в прошлом году погибла корова. Буквально 15-20 минут дыхательные пути были забиты. Ну, кому это надо? Мы даже очень рады, что вот именно занялись этим вопросом. Занялись и обработкой водоемов, возле которых обитают насекомые. На это из областного бюджета выделили более миллиона рублей. Год назад от маленькой мошки были большие проблемы и повторений никто не хочет. А потому и контроль на уровне регионального правительства. Мне дети из Москвы скинули картинки со словами, что у вас там что это за мошка, она коров съедает. А на самом деле, она реально очень тяжело от нее людям. На этот год заранее спланировали план работ вместе с ветеринарной службой, с властью Сурского района. Особую смесь аккуратно готовят, чтобы затем с помощью специальной системы отправиться в водоем. Эти кадры сняты на реке Барыш, самым крупном из семи водоемов, где ведется такая профилактика. Смесь не просто выливается в воду, а подается туда под давлением для большей эффективности. Концентрат может пройти по течению реки до 120 километров. По всему течению регулярные проверки с целью отследить размножение мошкары. Принятые меры должны, по мнению специалистов, нанести серьезный удар именно по определенным насекомым. Пока личинок мошки мы не видим. То есть будем надеяться, что все-таки сработали мы эффективно. Данное средство является малоопасным, в том числе и для остальной биосферы, которая находится в реках и, соответственно, живет возле рек. При этом и после окончания обработки специалисты из ветеринарного ведомства останутся в Сурском районе на своеобразном дежурстве. Как минимум, чтобы оценить обстановку второй половины мая. Именно в этот период год назад и началось нашествие насекомых. Игорь Кранцев, Александр Рассохин, Вести Ульяновск из Сурского района. В рамках реализации нацпроекта здравоохранения во второй поликлинике Центральной клинической медсанчасти появился новый флюорограф. Оборудование позволит более точно диагностировать заболевания легких. В том числе на ранней стадии. Первые пациенты уже побывали в обновленном кабинете флюорографии. А медики убедились в преимуществе современного аппарата для диагностики. Это флюорограф цифровой, который позволит нам более точно установить диагноз, определить такие заболевания, как туберкулез, онкологические заболевания, опухоли органов грудной клетки. Результаты намного быстрее, потому что это цифровой флюорограф. Это производится снимок, сразу передается на экран. Перемены в лечебном учреждении на этом не заканчиваются. В будущем году в рамках нацпроекта в сфере здравоохранения в поликлинику планируют поставить УЗИ-аппарат и томограф. Слава воздушно-десантных войск на примере личного героизма. К юбилею Дмитрия Кожемякина в Ульяновской школе номер 48 открылся обновленный музей. Этой весной герою России исполнилось бы 45 лет. Подвиг шестой роты – это был пример массового героизма и пример надежды. 29 февраля 2000 года взвод под командованием Дмитрия Кожемякина в составе шестой роты Псковской дивизии ВДВ вступил в схватку с боевиками за высоту на восточном склоне горы Истекорт. Во время боя Дмитрий был ранен, однако продолжил сражаться. Утром 1 марта, пытаясь спасти товарища, он был убит окружившими его врагами. Несмотря на многократное численное превосходство бандитов, они не оставили боевых позиций. Каждый из погибших героев с честью исполнил свой долг перед Родиной, мужественно сражался с Российской землей. Честь хранить память о жизни и подвиге героя, воспитывать на его примере подрастающее поколение, выпало его родной школе номер 48. За последний год здесь капитально отремонтировали музей и несколько кабинетов военно-патриотического центра. В музее размещены два новых стенда, рассказывающих о жизни и боевом пути Дмитрия Кожемякина. Здесь представлены уникальные фотографии с последних боев его подразделения. Музеи и личные вещи героя, муляжи, оружие и боеприпасов, звезда Героя России, парадное и полевое обмундирование. Мы должны обязательно помнить свою историю, потому что то, как сохраняется эта память в музеях, в музейных комнатах, от этого зависит и дух поколения, которое растет рядом с нами. Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в школе заработала медиастудия. Наша школа получила высокооснащенное место медиастудия, благодаря которой ученики нашей школы, воспитанники медиастудии, могут создавать патриотический контент. Это видеоролики, это интервью, связанное с жизнью и подвигом героев нашего Отечества. В завершении торжества ученики школы возложили цветы к памятнику героя. Ирина Силкина, Вести, Ульяновск. Ровным строем и с бодрой песней. В Ульяновской области прошел конкурс «Марша Победы». Школьники из 22 районов области приехали в областной центр показать мастерство строевой выучки. Об итогах смотра расскажет Марина Тимофеева. Смирно! Вравнение на право! Шага! Марш! Кадеты 66-й школы чеканят строй на Соборной площади. Взор сотни учеников направлен именно на них. Сегодня им выдалось право внести государственный флаг России, копию знамени Победы и таким образом открыть восьмой смотр строя и песни. В прошлом году их команда стала лучшей в строевой подготовке. Уступить лидерское место в 2022-м не намерены. За год еще больше отточили мастерство строевой выучки. Всегда нужна хорошая дисциплина, отличная дисциплина, умение слушать и слышать, чувствовать плечо друг друга рядом. На Марш Победы выстроились 33 команды. Все они лучшие в своих муниципалитетах. По форме обычные профильные и кадетские классы. В одном ряду уже несколько лет и юно-армейцы. В одну шаренгу стройся. На лево. Эта команда из Радищевского района собралась в прошлом году к седьмому смотру строя и песни. И сразу вошла в тройку лидеров. Сегодня в колонне только девушки, но возглавляет их суровый командир. Нам так намного легче. Если бы была девушка, не знаю, как это бы выглядело со стороны. Действия командира, перестроение повороты на месте в движении и, конечно, прохождение строем с песней жюри Марша Победы оценивала детально. И вновь в этом году преуспела 66-я школа и еще 4 команды. Для всех участников смотра это не конкурс. Это, во-первых, память о наших погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы не должны это забывать. Пока мы помним, они живые. Поэтому наши вот юно-армейцы здесь проходят. Тем самым они чтят память о всех наших прадедах, дедах. Все когда-то закончится и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Марина Тимофеева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Сбросили манси и вышли на беговые дорожки. В Ульяновске прошла спартакиада работников судебной системы нашего региона. Ее посвятили Дню Великой Победы. На стадионе собрались те, кто рассматривает дела и готовит документы, трудится в судебном департаменте и службе судебных приставов. Кроме того, некоторые работники судебной системы примерили на себя роль арбитров спортивных. Конечно, важно само участие. Результаты, поскольку это приятный бонус, если кто-то смог себя хорошо показать, он, конечно, молодец, все за него порадуются. Стоит отметить, что судейская спартакиада удивила своей программой. Участники соревновались не только в традиционных беговых дисциплинах, но, например, в толкании ядра. Всего на спортивной арене собралось почти 400 человек. Для организаторов это было несложно. Спортивная жизнь судейского корпуса одной спартакиадой не ограничивается. Хороший государственный служащий – это здоровый государственный служащий. Совет судей всегда отмечал это и будет на этом настаивать. Хороший россиянин – это здоровый россиянин. Значит, нужно заниматься спортом. Стоит отметить, что к здоровому образу жизни привлекли и подрастающее поколение. Для детей сотрудников судебной системы также организовали свои соревнования. И здесь строгие судьи и их помощники выступали уже в качестве зрителей. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Приятного вечера. Берегите себя. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный. Умеренный. Температура воздуха ночью по области от 2 до 7 градусов тепла. В Ульяновске плюс 4, плюс 6. Завтра днем по области от 9 до 14 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 11, плюс 13. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»